ну вот и понесли в ботинки митю ну как бы газики газики все три пришла резина вот один комплект я уже отдел потому что я одну машину уже делаю начал доделывать допиливать как и говорил хотел сделать с открывающимся дверями ну вот с открывающихся дверями с открывающимся капотом вот у нее есть открывающийся капот открывающийся дверь одна пока вторую сделаю позже ну на чем остановился пока остановился на дверях вот да одну дверь сделал на период наклеил панель переднюю выпилил когда двери сделал рамочку упора двери на дверь когда закрывается чтобы не закрывалась поглубоко переработал отсек двигателя вот наклеил подкрыльники есть теперь такая элемент такой элемент как подкрыльник перегородка двигателя с кантом как и на настоящей машине там есть штампочная такая ну как бы свальцованы две детали полочка но как бы отверстие данное это технологически необходимы для капота открытия то есть петли сделать как на настоящей машине не удалось ну честно говоря такой цели даже не было основная цель в принципе чтобы капот открывался вот но как бы и тут заказал и двигатель так передний мост переточены перепелиные перри мост универсальный на универсальный мост поставлены газоновские колеса газоновская резина вот и по размеру теперь он газоновский мост крепится на чопиках пока не стал ее склеивать намертво то есть направляющие через чопики одевается все красиво видно потому что надо будет еще клеить пилить резать и вот мост наличие моста но тут присутствует нужно его легко снять вот такая вот кабинка пока все это разборная петля на дверь там две маленькие петли должны быть но я как бы не стал делаться думаю я сделал одну большую вот этот плоскость она пока еще имеет зазубрина цепляется сама петля за дверь то есть как бы проем дверной не утрачен но тут эту зазубрина зашпаклюю будет ровная дверь с маленькими чопиками которые в принципе петли то есть петля в принципе видно не будет на дверях здесь внутри будет зерная обшивка все это будет закрыта то есть теперь будет право классная как настоящей машине донышко кабины но вот донышко кабины переосмыслил сделал штамповку под коробку штамповка под торец двигателя тут еще должно быть отверстие под рычаг скоростной и под рычаг ручник то есть при наличии двигателя конечно нарисуются и эти отверстия темно-серый это грунт я вот год назад красил машину свою вот у меня остался грунт порозаполнитель но машина темная вот грунт темный поэтому как бы ну вот я его использую в моделях очень классный грунт в принципе заполняет царапины риски пора все очень здорово ровно получается сейчас только отшкурить 800 тысячный и можно уже красить почти можно красить надо еще выселить гнезда передних фар под другие кольца хромированные кольца или черные не знаю еще посмотрю как будет вот это по поводу одной машинки эти две машинки пока еще ждут свою очередь и потому что пока дело одну как бы ну на остальные не перекидываясь вот они стоят ждут получил эти лампочки они очень маленькие посмотрим лампочка очень маленькие классные на на лампочки ладно пока тут в кульке их рассматривать нету смысла наверно когда установится на крыло вода есть возможность все покрасить не думаю сначала покрашу серебром а потом сверху черная краска и тогда стеклушка будет просматриваться внутренняя часть серебряная то есть светленькая так надеюсь по крайней что будет вот кучка всех остальных подправлений сейчас покажу ну вот то что элементы элемент руль козырьки приборка крышка бардачка рамочка переднего стекла отдельной деталью сегодня постараюсь на кабину дверь закончу и тогда займусь этой рамочкой уже вот рамочкой на все три машины это вот есть тот штампованная деталь между кабиной и бампером вот она которая на бампер одевается накладки боковые горьковский автозавод написано на 2 горьковский автозавод вот не было просто все три одинаковые взял одну другую вот одна этой другой здесь автозавод имени молотова вот на одной машинке будет другая надпись на боковинки не знаю ну наверно которая постарше будет это все-таки ранее обозначение боковинок это до 51 года если не ошибаюсь написано до какого года на детали на этих на этих тоже она этих и написано с 51 по 63 год идут горьковский автозавод и до 51 года идут другие накладки идут автозавод имени молотова ну вот это вот ранее будет какая-то одна машинка будет ранее не знаю какая и кто она будет еще не знаю ну вот это и есть тех от отравленные детали ну что буду делать дальше колдую дальше пока открывашку на открывашку закасал еще и двигатель то есть будет газоновский двигатель на ней тоже присутствовать думаю будет машинка классная ну да двигатель заказал жду и болты на колеса то есть болты на колеса при отливке диска но они получились бракованные да и в принципе они маленькие шишечки как бы зачем шишечки если можно купить аккуратные красивые шестигранные болты гайки и шайба и все это установится на колесо я думаю будет гораздо привлекательнее ну по крайней мере приближу при ближнем рассматривании будет гораздо привлекательнее покрасил я один газик все-таки ну вот наклеил под отравленные боковинки автозавод имени молотова это вот который раннего образца будет машинка одна вот будет раннего образца вот она будет темно-зеленая ну как все-таки наклеил фото отравленную рамочка переднего окна на ней сейчас присутствует кантик который требуется окрасить черного цвета думаю покрашу если аккуратно получится может быть еще раз и покрою лаком может и нет по факту буду смотреть это как бы так это одна машинка ну вот открывашка загрунтовал открывашку всю поклевал зашпаклевал вот были зазубрены на дверях где петли крепится на обоих сторонах побольше там поменьше шпаклевал сейчас красивый кант зазор между капотом и боковиной вот но фото отравления наклеил ну вот по бамперу есть нюанс бампер ширина бампера правильный ширина кабины между крыльев она тоже правильная но вот ширина этой пластины она должна была быть чуть-чуть уже и тогда вот углы в жизни там сантиметров пять наверно получается как он бампер переходит за грани этой железы как бы ну вот тут получилось она вровень то есть я когда делал бампер передний без фототравления там пластмасску воспроизводил я там сделал уже то есть как должно быть по факту ну ладно здесь фототравление но в общем я с этим смирился в как меня устраивает она есть так значит она будет так но фототравление перепиливать не буду вот наклеил боковинки горьковский автозавод наклеил рамочку стекла переднего пропаял зеркало спаял она из трех частей состояла то есть зеркальная поверхность сам корпус зеркала и ножка зеркала ножку зеркала я дополнил а еще путиком прутьиком от радиодеталей тоники путик тоже его впаял в общем как-то на получилось так просто покраски будет видно как получилась сейчас видно что это олово ну вот наклеил за счет ik abruptly наклеил их на капот они так и остаются на капоте они останутся на капоте то есть после покраски ну вот капот закроется защелки присутствуют капот открылся вместе защелками так она по факту и должно быть то есть вот такая вот получилось машинка наклеил ступеньки в кабину заходить чтобы было как ступеньки они раннего образца я честно говоря не знаю отличается ли по годам ступень ранее позднее или не отличается но это пока как бы не знаю не выискал в общем смысла нет ну что у меня все равно вот эти ранние ступеньки есть и как бы их и ставил вот зеркаль открывать дверь открывается вместе с зеркалом вот так это получается вот вклеила внутри фототравленные но такие кронштейны крепление перед лобового стекла кронштейна то есть при открывании переднего стекла эти штуки отгинаются и поворачиваются вперед то есть стекло тогда открывается то такие барашки должны быть которые фиксируют настоящей машине и они на самом деле вот так вот видны но может быть не прям сильно так что но они видны в любом случае при открытом двери и они видны так они здесь видны эти детали ну вот хочу покрасить кабину как бы двигатель пока не дождался но кабину фактически покрасить уже наверно можно потому что осталось то на кабине что только внутринительные обшивки изобрести всех двигателя по факту он так как бы уже не изменится какой у них такой он и будет то есть двигатель становится на раму и в касаемо кабины двигатель тут все встанет все красиво мешаться она не будет потому как но на самом деле тут место вполне более чем предостаточно то есть двигателю станет хорошо что по сути кабина можно красить не знаю какого цвета да не знаю какого цвета но не знаю правильно ли выбор вот цвет хочу примерно вот такой цвет такой бледно-зелененький ну или такой серо-зеленый вот одно из этих двух очень верю что такие цвета с завода наверно все таки могли бы быть краски будут мешать сам ничего сложного есть основные цвета окрасок автомобильных ну и под средством эти красок в общем то можно изобретать любой желаемый цвет то есть до сих пор это удавалось покрасил газик серо-зеленый не получился серо-зеленый пока мешал краску вот на мешал такую ну очень понравилось бирюзовый такой цвет как бы на газике у кстати у дипа тоже фургончике 51 газоны есть такого цвета но там у них они двухцветные общину цвет красивый мне нравится такой получился цвет прокрасил окантовку переднего стекла рамочку резиновую тоненькую такую старался получилось как бы все элементы открывающиеся не утратили свою способность открываться краска тоже имеет какой-то слой я старался так аккуратно сильно не заливать вот такой вот пока газон открывашка раму прокрасил чуть-чуть ради интереса передний бампер хотелось как будет выглядеть ну вот так вот выглядит передний бампер по бамперу переднему ну вот решил что этот автомобиль темно-зеленый будет мы все-таки мусоровоз он будет мусоровоз я обязательно вот будет в таком вот и выполнение автомобиля ну почему бы нет мусоровоз темно-зеленый никакого блеска шика не надо красивый и так наклеил сеточку сзади на окно прорисовал опять же резинку там потом сеточку наклеил так же самым прорисовал кантик резиновый вокруг переднего стекла рамочку бампер вот тут все таки я попробовал на этой машине воссоздать так как должно быть с завода ну вот то что железка штампованная она идет не до конца бампера а маленький кусочек как бы остается такой вот ну как бы изъян ну тут еще правда подшпаклевать чуть надрезать наискосок ну что его согнул чуть дальше надрежу и будет красиво то есть вот на этой машине зеркало как бы цинкованное оставил можно покрасить от машины ну вот решил так это вот с этой машинкой будет она мусоровоз ну тут в принципе как бы вот как выглядит этих отравленные детали когда устанавливается на такую смеленную модель но красиво просто так вот уже белые модели и желтые детали вот накладка бампер но здесь я поставил все-таки опять же как на первой машине то есть в ровень с бампером ну значит на автолавках будет так на мусоровозе будет более правильный бампер вот так выглядит зеркало паял пропаивал добавлял еще один прутик чтобы он был больше жестче такой сэндвич получился как бы ножка ножка деталей 2 и тут 2 то есть 4 детали спаянные одно зеркало но довольно жесткая так наверно не сломается только согнется вот что по машинам ну по фургону по фургону я все-таки решил вот коробила меня это неправильный день задние мне прям вот смотрю и не нравится решился все-таки выпилить эту старую дверь неправильную которая неправильная дверь выглядит вот так вот ну она просто плоская такая штукатенция тут еще и оказалось она не в центре будки она на 2 миллиметра была смещена эта дверь сейчас покажу как она была смещена вот это смещение двери нет будка хорошая на самом деле но тот кто ее делал конечно молодец и все красиво никаких вообще я бы такую даже не сделал сам ну вот общая ширина детали 35 миллиметров но если вглядеться то видно что этот изгиб угол меньше чем вот этот угол этот угол больше на 2 миллиметра я как бы поначалу это не заметил тут он допустим 9 миллиметров от конта от штамповки до борта вот а с этой стороны гораздо меньше тут 7 миллиметров то есть ну 2 миллиметра 2 миллиметра разница мне если бы не было это разница его наверно все-таки не пилил мы постольку поскольку обнаружил эту разницу как бы но уже решил что все-таки ладно это тут выпилить 2 миллиметра подальше прав перед поставить вот с других бракованных будок вот один фрагмент вот как бы выпилил обточу обточил получилось дверь но дверь получилась вот такая вот то есть но теперь она более правильная надо только еще петельки сделать понять с которой сторону открывается ну скорее все петли здесь отверстие под ручку или просто ручку тут какая-то еще ручка была должна была быть наверно посмотрю что там еще было то есть ну вот это уже более правильная задняя дверь то есть так оно должно быть со штамповкой такой же самое как и сбоку ну вот такой вот такая будка получилось будет такая будка на этой авто лавке мусоровоза есть еще опция открывания заднего борта при подъема кузова он поднимается вверх не знаю воссоздавать не воссоздавать конечно легче и так просто облагородить поставите красиво на и так будет красиво то есть но с другой стороны ничего не открывается на газике на этом можно и не открываться пускай будет так статичная так это будет двухцветный газик одноцветный это будет вот наверно голубенький буду красить тоже двухцветные голубенький из темно-серого мне так кажется ладно что получится вижу ну вот но пока по накрасил мусорный газик установил будку надо сделаю задние крылья задние крылья будут делать из передних крыльев то есть как бы кантик опять же этот кантик газ 50 раз он будет присутствовать и здесь тут какой-то масляный бачок должен быть наверно вот надо смотреть выискивать как его воспроизвести будка статично ничего не открывается то есть зашпаклевать риски сзади здесь какие-то риски зашпаклевать и покрасить столов цвет серый но наверное темнее серый хотя уже тут прогнозы такие как вы не мешая таким покрашу ну вот эта кабина уже фактически вернее машинка готова на 50 процентов скажем так вот это вот следующая открывашка газик автолавка ну вот мне казалось так красиво будет но может быть она и красиво мне по крайней мере нравится зелененький весенненький такой открывашка все открываются пока двигателя нет вот жду двигатель когда приедет поставлю вот эта машина готова процентов на 40 . салоном работы много полно с двигателем станищем пока глушители и все вот это вот карданы мосты пока все это облагородится как следует заднюю зеркалу вот я все-таки еще раз покрасил прошпаклевал ну надо дать ей просесть потому что как бы не грунтовал сразу на шпаклевку покрасил но она прорисовала вот сейчас я думаю пускай краска отстоится отсохнется мне тогда еще раз прошкурю и уже покрашу вот бирюзовый зеленый цвет вот сзади все это будет заднюю ступеньку не буду делать поставлю одну ступеньку с набора отравленного под газ 63 такая ступенька присутствует внутри поставлю то есть потому что здесь фаркоп прицеплять прицеп как бы для ступеньки место уже не получается но одна ступенька очень даже может быть ручка поручень ступенька и раз и в будки вот это такой один газик растетка нравится зеленый может можно было чуть-чуть желтее вот этот нижний хотя он как-то так получилось ну и этот газик попроще будет зимний вариант для холодный голубенький с темно-синим но будка тоже будку надо завершить зад вот сделаю когда зад тогда я покрашу будку и тоже машинка уже будет готова на 50 процентов а может и больше потому что здесь меньше то только панель установить остекление оптику ну раму 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 до раму процентов 50 будет пока не 50 пока наверно процентов 40 вот такие вот газончики на это тоже думаю продавать будет на нажал к посмотрю как получится так вот Субтитры создавал DimaTorzok